Генеральный партнер программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Итоги недели» – магазин «Время подарков». Здравствуйте! Сегодня 31 мая. В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнились минувшие 7 дней в кратком обзоре новостей. В Анапе возрождается работа Совета по малому и среднему предпринимательству. Более 10700 предприятий ведут работу на территорию города. Этот показатель выше среднестатистического по краю на 15%. Совет возглавил Сергей Сергеев. На таких советах предприниматели смогут узнать о новых изменениях в законодательстве, проявить инициативу, высказать предложения по развитию отрасли. 28 мая в России отметили День пограничника. В Анапе ветеранов службы и действующих служащих поздравили в Институте береговой охраны. Лучших представителей службы отметили грамотами и благодарностями. 5200 мигрантов имеют патент на работу в Анапском и Темрюкском районах. Неофициально прибывающих в два раза больше. На Совете казаков приняли решение запретить выдачу патентов иностранным гражданам на работу в Таманском отделе Кубанского казачьего войска. Завтра в Анапе ограничат движение грузового транспорта. Наряды сотрудников дорожной полиции уже усилили. Введены особые распоряжения по пресечению нарушений правил перевозки тяжеловесных грузов. Улицы Анапы уже привели в порядок. Новым асфальтом покрыли главную проезжую часть Крымской улицы. Покрашены дорожные бордюры, высаживаются цветы и разбиваются газоны. В ближайшие дни в курортной части Анапы дополнительно установят десятки скамеек и урн. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите также в сегодняшнем выпуске. Начало Кавказского хребта обозначат стеллой. Тяжело в учении и легко в бою. Анапские пожарные провели тренировку по тушению лесного пожара вблизи населенного пункта. Праздник детям. В Анапе прошла благотворительная акция ко дню защиты детей. Об этих и других событиях подробнее. Начало Кавказского хребта власти Анапы решили обозначить стеллой. Это поручение мэра Сергея Сергеева уже выполняют специалисты. Они приступили к установке стеллы. Строительство ведется на площадке по дороге из Анапы в Арваровку. Рядом со стеллой агрофирмы «Кавказ». Новый объект в ближайшее время станет еще одной достопримечательностью курорта. Здесь есть место для остановки экскурсионных автобусов. Стелла будет обозначать начало Семисамского хребта, который входит в Большой Кавказский хребет, непрерывную горную цепь, тянущуюся с северо-запада на юго-восток от Черного моря до Каспийского, длиной более чем 1100 километров. На Семисамском хребте уже установлены поклонный крест Андрея Первозванного и мемориальный комплекс памяти Дмитрия Калинина. Работы по установке новой стеллы завершатся на днях. А презентацию нового объекта приурочат к открытию курортного сезона в Анапе 8 июня. Новая дорога по старому маршруту. В Анапе идет масштабная реконструкция дорог, их ремонт и благоустройство. Дорожное покрытие оценил Вадим Родин. На дороге к кладбищу ведутся работы по частичному удалению старого асфальтового покрытия. Мягкий грунт на обочинах заменят на песчано-каменную основу, укатают тяжелыми катками для избежания его просадки в будущем. И дорога станет шире, чем та, по которой приходилось ездить анапчанам последние 10-15 лет. А вот ремонт улицы Шаумяна, центральной улицы села Гайкадзор, пожалуй, самое долгожданное событие для жителей этого села. С тех пор, как полгода назад президент Владимир Путин дал старт строительству международного стратегического объекта, жизнь в селе сильно изменилась. Десятки грузовых машин, днем и ночью, совершая сотни рейсов, медленно разбивали асфальт. Сегодня некогда ухоженная, аккуратная улица выглядит так, как будто здесь асфальта никогда и не было. Спустя несколько месяцев объездная дорога для вывоза грунта все же была построена. И подрядчик Южного потока приступил к ремонту уничтоженного дорожного полотна. На данный момент будет проведен ремонт, а затем и реконструкция всей центральной улицы. Сегодня полностью была произведена выемка грунта от больших грузовых машин, где были продавлены места на 80-90 сантиметров, утрамбовывается песчано-гравийная смесь. По окончании этих работ дорога будет эксплуатироваться жителям и транзитным транспортом, а весь грузовой транспорт, как вы видели, ушел на объездную дорогу. Второй этап реконструкции дороги будет завершен по окончании строительства КС «Русская». Он будет предусматривать себе строительство тротуаров, канализов, ливневых стоков и сам асфальт. Стоит заметить, что на этапе согласования движения большегрузного транспорта разрешение было подписано с условием использования объездной дороги. Но на каком этапе производства работ произошел сбой, и кто виноват в том, что круглые сутки грузовики ездили по селу, выяснить так и не удалось. Поэтому подрядчик, осуществляющий вывоз грунта с компрессорной станции «Русская», обязательство по ремонту взял на себя. Из городской казны на восстановление улицы Шаумяновка и Кадзори не будет потрачено ни копейки. Вадим Родин, Анапа-регион. А следующая информация касается непосредственно тех, кто занимается туристической экскурсионной деятельностью и оказывает услуги по размещению отдыхающих. Проведение конкурсных процедур по определению места казания услуг для размещения отдыхающих состоится только 3 июля. Но поводов для беспокойства предпринимателям нет, так как все, кто был победителем аукциона прошлого года, могут спокойно продолжать работать в этом году до нового аукциона. Необходимо лишь обратиться в Управление имущественных отношений для продления договоров сроком на 30 дней. Подробную информацию нам сообщил начальник управления санаторно-курортного комплекса Дмитрий Рохин. Все конструкции, которые не санкционированы, располагаются и установлены на муниципальных землях, независимо от того, будь то это туристические экскурсионные павильоны, будь то это бюро по размещению отдыхающих или торговые точки, срок до 3 июня должны быть ликвидированы и демонтированы. По аукциону, который состоится на аренду мест для бюро по размещению отдыхающих, уже опубликован в газете Анапского Черноморья 22 мая, аукцион состоится 25 июня, а аукцион по туристическим экскурсионным павильонам состоится 3 июля. На протяжении многих десятилетий Анапа гордо несет звание Всероссийской здравницы. Город признан самым спортивным на Кубани. Здесь проходят международные всероссийские краевые соревнования-слеты, научные брифинги по здоровому образу жизни. Один из таких научных семинаров – слет трезвых сил Юга России. Прошел совсем недавно на берегу моря в станице Благовещенской. Вадим Родин встретился с теми, кто не употребляет алкоголь из идейных и философских соображений. Вот здесь, на берегу Черного моря, и происходит съезд трезвых сил Юга России. В ходе лекций и дискуссий разрабатываются планы и методики по борьбе с алкогольной экспансией. Кроме этого, все участники слета покажут свои спортивные достижения. На турнике, брусьях и в плавании в Черном море. Это второй съезд, который проводится по этой тематике. И задуман для того, чтобы рассказать активной части молодежи, как пропагандировать трезвость и здоровый образ жизни среди сверстников и не только. И в этом огромную помощь курсам лекций с исторической фактологией оказывает профессор Кривоногов. Пьющие люди не могут сорганизоваться, не могут дать отпор кому-то, кто их обижает, в том числе правящим классом. А главная разница в том, у трезвого пьющего народа, что у трезвых людей есть такая странная особенность. Они могут думать, да. Начинают думать, и более того, начинают думать критически. Они начинают оценивать объективно окружающую реальность. Тем более того, самое страшное, они додумаются до того, что начинают анализировать и критически осмыслить государственную политику. Трезвость – это не крайность, это не экстремизм, а это нормальное, естественное состояние человека от рождения до смерти. Всемирная организация здравоохранения давно уже признала алкоголь и табак наркотиками. Причем из всех наркотиков алкоголь попал на первое место. Потому что, когда подсчитали, от каких наркотиков, где сколько погибает людей, на первое место вышли смерть от алкоголя. У нас в стране, кстати, от алкоголя умирает примерно в 7-8 раз больше, чем от героина и других нелегальных наркотиков. Поэтому наш лозунг такой – культура трезвости против культуры питья. Есть даже такая наука о трезвости. А учебник с абриологией успешно используется некоторыми вузами, говорит профессор. Участники слета пытаются найти ответ на вопрос, заданный в культовом фильме. Так в чем же сила, брат? Сила в правде. Мы несем правду людям, и мыслящие люди ее воспринимают вполне адекватно. Сила в молодежи. Трезвый, сильный во всем. То есть он адекватно воспринимает ситуацию, он адекватно принимает решения. Он способен решить любые задачи, которые стоят перед нами с ними. Вот в этом и сила. В коллективе сила. Кроме глобальных проблем по спасению нации от пьянства, участники слета ежедневно занимаются и насущными задачами, но не менее злободневными. Вот, например, организатор трезвых пробежек в Краснодаре. Активно выступает против проведения скандально нашумевшего фестиваля Кубана. Там производится просто спаивание и полный разрад. В прошлом году на Кубане была сделана, будем говорить так, показательная, а не показательная гомосексуальная свадьба. А вот там построили, импровизировали ЗАГС, а вот мы, допустим, категорически относимся к этому, как русские люди, неприемлемые в никаких других отношениях, кроме их семейных мужчин и женщин. Мы не Франция, понимаете, нам пидорасты не нужны, и лесбиянки. Потому что я не понимаю, как, допустим, в однополой семье можно воспитать нормального ребенка. На слете принято решение, что на Кубане будут работать специальные патрули. Конечно, трезвенникам не чужды и простые радости жизни. Поэтому после лекций, мастер-классов и тренировок на турнике останется время насладиться жарким солнышком, горячим песком и уже теплым морем. Вадим Родин, Анапа, регион. Предупрежден, значит вооружен, считают специалисты по делам семьи. И настоятельно советуют направлять детей в лагеря дневного пребывания. Если же необходимо оздоровить ребенка и обеспечить круглосуточный присмотр, то в этом случае предпочтительнее взять путевку в здравницу. Анапа – курорт детского и семейного отдыха. Детей будут принимать 48 здравниц. Администрация города-курорта, департамент края обеспечивают маленьких и новчан как льготными, так и бесплатными путевками. Отдых у нас бесплатный, но существует и такая форма. Если вдруг вам не досталось путевки, то вы имеете право в пределах Краснодарского края выбрать любую здравницу, где бы вы хотели оздоровить своего ребенка или отправить на отдых в загородный лагерь, то вы можете получить компенсацию. То есть половина стоимости путевочки, которую вы приобретете самостоятельно. Кто-то из ребят будет отдыхать, а кто-то найдет работу на летний период. Чтобы помочь юным новчанам трудоустроиться, Анапский центр занятости населения провел ярмарку вакансий. Подробности в сюжете. Ярмарку вакансий для подростков Анапский центр занятости провел оперативно. После заседания межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, где заместитель главы Людмила Гузенко дала задание директору центра занятости Елене Диченко лично контролировать этот вопрос, чтобы обеспечить местами всех желающих подработать летом подростков. На ярмарке было предложено более ста вакансий. Плюс банк вакансий центра занятости, около трех с половиной тысяч вакансий. И школьники могут также трудоустроиться в молодежный центр 21 век, аниматорами, помощниками-воспитателями и подсобными рабочими. Если мы несовершеннолетнего трудоустраиваем по нашему направлению, мы оформляем договор на временное трудоустройство. И несовершеннолетний гражданин может получить материальную поддержку к заработной плате в размере 1275 рублей в месяц, которая не облагается никакими налогами. 90 подростков на сегодня уже трудоустроены. Наплыв желающих получить место работы ожидается в июне, после завершения экзаменов. Всего же до конца сезона планируется трудоустроить около 700 ребят. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анап Регион. В Центре детского творчества сегодня состоялась интерактивная программа «Поделись улыбкой своей». Праздник, посвященный Дню защиты детей, организовали ребятами из приемных семей. Алина Гумерова побывала на мероприятии. 15 участников разделили на три команды. Организаторы подготовили детям семь испытаний. Сначала нужно было придумать название и девиз для своей команды. Улыбка, солнышко и юность справились с этим заданием успешно. Далее ребятам нужно было нарисовать смайлики, ответить на вопросы, угадать, из какого мультфильма звучит песня, изобразить животных. За каждое пройденное испытание награда – один, два или три смайлика. У кого в итоге их окажется больше, тот и победил. Во время игры ребят развлекал вокальный ансамбль «Эврика», который спел самые популярные детские песни. У маленьких зрителей появились свои фавориты. Родители с улыбкой наблюдали за тем, как их дети участвуют в конкурсах и борются за победу. Они считают, что такие соревнования для ребятишек очень полезны. Для развития как-то, чтобы они были смелее, активнее, больше опознавали. Если что-то они не знают, какие-то вопросы, потом я думаю, что они начнут больше смотреть. Или мультфильм, или еще что-то интересоваться. Продвивают, общаются, веселятся, улыбаются. Участники состязания ответственно подходили к каждому заданию. Все команды хотели стать победителем. Мы стараемся победить, мы улыбаемся. Мы стараемся, мы верим нашу команду, что мы победим. Потому что мы самая дружная команда в мире. Все юные участники праздника получили подарки. Интерактивная программа оправдала свое название. Все дети, мамы и папы поделились друг с другом своими улыбками. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Вместе весело играть. 1 июня театральная площадь Анапы превратится в детскую игровую зону. В 11 утра культурная программа начнется с праздника детства под девизом «Анапа – детская гавань». Также в библиотеках города и районов пройдут викторины. А в 15.00 ДК «Молодежным» откроются праздничные программы для детей-инвалидов клуба «Дорога добра». А в Рихологическом музее Горгипе – день открытых дверей. Мультфильм, попкорн и фирменные кепки. Накануне Дня защиты детей спонсоры подарили детям праздник. В благотворительной акции поучаствовали телеканал Анапа-регион, такси 058, рота ДПС и киноцентр «Монитор». Подробности в сюжете. Для взрослых привычное дело удобные автомобили, такси быстрого реагирования 058. Для детей – белоснежные лайнеры с нарядными яркими гребешками. И везут они из обычной жизни в интернате в сказку. Алексей Ветров учится в школе-интернате номер 28 в поселке Суворов-Черкеский. Несмотря на юный возраст, молодой человек точно знает, в чем смысл жизни. Семья, счастье, мультфильмы смотреть с родителями, со школы ездить куда-нибудь. А вот как организовать праздник для ребенка Алексей пока не знает. И как хочет отметить свой день рождения, тоже не знает. Сориентироваться в жизни помогают взрослые. На юных гостей из Крымска счастье обрушилось в несколько потоков. С путешествием из Крымска помогли сотрудники Анапской роты ДПС, организовали перевозку и выступили с идеей устроить для детей-сирот праздник. Второй – сюрприз – прогулка по Красной площади. И третий – просмотр нового мультфильма «Эпик» в киноцентре «Монитор». Сегодня киноцентр на Красной площади совместно с нашим давним партнером Единой службы «Такси-058» в преддверии праздника Дня защиты детей организовал показ мультфильма для деток, для наших юных гостей киноцентра. Мы всегда рады сотрудничать с нашими партнерами, организовывать совместные идеи, проекты. В преддверии праздника решили детям сделать небольшой подарок от своей компании, от «Такси-058». Ну, порадовать их в преддверии вот этого Дня защиты детей. Хотелось, ну, немножко, чтобы они тоже почувствовали теплоты, какого-то уюта, не знаю, домашнего. Такие улыбки от настоящего счастья сделать праздник для детей – задача непростая, и дело даже не в деньгах. Важно особое отношение, неравнодушие и доброе сердце. А еще немного времени, чтобы через несколько лет, уже взрослыми, мальчики и девочки вспоминали этот праздник с удовольствием и знали, как устроить чудо для своих детей. У нас семья будет хорошая, у нас будет трое детей, маму, там, какой-то. А праздники как начать? Ездить куда-нибудь на отдых, какие-нибудь там, кинотеатры, маленьким. Им интересно, им надо рассказывать про этот праздник, водить куда-нибудь. Спасибо вам всем. И все, вот это счастье. Счастья не бывает много, и важно, чтобы кто-то следил и организовал это счастье вовремя. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Андрей Стародубцев. Анапа. Регион. В городском театре подвели итоги второго конкурса искусствотворения. Фестиваль проходит при поддержке администрации города-курорта. Главная цель конкурса – открыть и поощрить талантливых детей и молодежь. Хореография, соло и хоровое пение, виртуозное владение музыкальными инструментами. Конкурс без границ жанра и возраста. Более 50 коллективов, более 100 исполнителей приехали в Анапу на конкурс сотворения. На втором фестивале больше талантливых гостей. Из Краснодара, Новороссийска, Ижевска. Очень хорошо, что приехали коллективы из этих городов. Также был коллектив, солистка была, пианистка из Ижевска. В общем, много было довольно интересного. Нам приходилось довольно много отсматривать. Были мастер-классы наших педагогов. Так что вот сегодня на галоконцерте, я думаю, что увидят зрители лучше. И мы с удовольствием наградим и поздравим всех лауреатов. Гран-при второго конкурса забрали гости из Краснодара. Студенческий хор Института культуры и искусства. Без инструментального сопровождения ребята не спели, а сыграли свой номер. Красиво, качественно, профессионально. На галоконцерте выступили самые талантливые из талантливых детей, подростков и молодежи. Жюри фестиваля отметила, уровень конкурса заметно вырос. И время проведения фестиваля. Май – самое удачное для раскрытия новых творческих гениев. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. Учение для муниципальной службы спасения – традиционное мероприятие. Тушение верховых пожаров, на горных склонах, в полях, в лесах и вблизи населенных пунктов прошли в одном месте – на хуторе Бужор. Вадим Родин продолжит. Спасателями была смоделирована ситуация возгорания на окраине населенного пункта вблизи с лесными массивами. Горение леса, хутор Бужор с юго-западной стороны поселка. Есть угрозы распространения на жилые дома. Все, поняли, ждем технику. Распространению пожара способствовала установившаяся жаркая погода, близко стоящие домовладения и ветер, дующий аккуратно на них, а также уложенные вокруг частного подворья дрова и доски. Первыми прибыли на место мобильная группа на легковом пожарном автомобиле и приступили к отсечке пожара от домовладения. Его напарник в это время доложил о ситуации в единый диспетчерский центр и вызвал подкрепление. В учениях были задействованы 18 сотрудников Анапской службы спасения и 3 единицы техники. Прибывшие на место ЧП силы произвели боевое развертывание. Три пожарных ствола было подано на тушение очагов возгорания, два – на защиту домов и хозяйственных построек, расположенных на границе с лесом. В считанные минуты условный пожар был локализован и потушен. Не отработана радиосвязь первой прибывшей подразделения. Прибыли сразу необходимо. Обстановку докладывать на ЕДДС. Значит, по результатам первой разведки передавать данные, что по внешним признакам происходит горение того-то, того-то. Пожар распространяется в ту сторону, на жилые строения. Угроза существует, не существует. И, соответственно, раз площадь-то передал, 500 квадратных метров, соответственно, конечно же, запросил сразу необходимые дополнительные силы и средства. Задача, личный состав справился, можно сказать, на оценку хорошо. Вот. Значит, поставленные задачи перед всеми боевыми участками были выполнены. Подобные тренировки службы спасения Анапы проводятся два раза в год. Главная цель – отработать до автоматизма действия спасателей в условиях чрезвычайной ситуации, схем и способов тушения лесных и ландшафтных пожаров. С начала года в Анапе зарегистрированы 228 пожаров и возгораний сухой травы, что на 49 больше, чем в прошлом году. Вадим Родин, Анапа-регион. Продолжение темы. Учения по спасению утопающих провели сегодня на пляжной территории базы отдыха «Кристалл». Она признана образцово-показательной по специальному оборудованию, как спасательного поста, так и медицинского пункта. На территорию города-курорта 300 объектов, имеющих выход к морю, всем предстоит пройти освидетельствование пляжей по безопасности. О том, какими должны быть пляжи, расскажет Лариса Басова. Как сообщил начальник управления по санаторно-курортному комплексу Дмитрий Ерохин, береговая линия пляжей от Утреша до станицы Благовещенской разбита на 20 территорий. На них числятся 114 пляжей. О свидетельствовании ГИМС и Роспотребнадзора прошли только 28, а предстоит это сделать 7, чтобы получить допуск на купание отдыхающих в здравницах, за кем закреплены пляжи. Сотрудники администрации ГИМС и общество спасения на водах подробно инструктировали представителей здравниц, собравшихся на пляжной территории базы отдыха «Кристалл», как должны быть оборудованы пляжи и укомплектованы службы спасения. А юные спасатели раздали взрослым памятки о правилах поведения на воде. Затем прошли показательные спасательные работы. Тонул подросток. Спасатели были на чеку и поэтому добрались к месту происшествия в считанные минуты. А медицинские работники уже ждали пострадавшего на берегу. Помощь оказана правильно и вовремя. Кстати, по статистике, за прошлый сезон в Анапе произошло меньше, чем в других приморских курортах ЧП на воде. А если ЧП и случается, то, как правило, по вине взрослых в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому требования администрации города-курорта в этом году ужесточаются. У нас по статистике, каждый год 80% людей, которые погибли на воде, это мужчины в возрасте старше 35 лет в алкогольном опьянении. Поэтому ваша непосредственная задача – не допустить у себя на пляжах торговлю вином, еще каким-то непонятным алкоголем. Пляж – это чистая зона, безалкогольная. Удачи всем, чтобы этот сезон прошел нас без потерь. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион. И в завершении выпуска прогноз погоды. Первый день лета в Анапе будет пасмурным, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 19-21, ночью до 18 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 4,6 метра в секунду. Температура морской воды в Анапской бухте – 21 градус выше нуля. В воскресенье 2 июня в Анапе будет тепло и солнечно. Температура воздуха в дневные часы 21-23, ночью около 18 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – около 21 градуса тепла. Такой нам запомнилась эта неделя. Блог полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Этот и другие выпуски вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова